Вопросы целевого обучения в вузах и колледжах Дальнего Востока обсудили на большой встрече с работодателями федерального округа. В настоящее время на сопровождении в министерстве находится почти 3,5 тысячи инвестиционных проектов. И один из ключевых вопросов, который возникает при работе с ними – наличие квалифицированных кадров. В 20 раз выросло покрытие потенциально целевым набором, возможность заполнить эти вакансии. Конечно, очень важно, чтобы вузы выпускали сотрудников с той компетенцией, которая нужна реальному сектору. Приморский край – регион с богатым потенциалом. Чтобы его реализовать, необходимы квалифицированные кадры. Молодые люди готовы работать на ведущих предприятиях Приморья. Приморский край динамично развивается. У нас растет валовый региональный продукт, уже более полутора триллионов рублей. У нас растут инвестиции. И по малому предпринимательству существенный рост. То есть мы являемся лидерами в Дальневосточном федеральном округе как по количеству этих предприятий, так и по количеству людей, занятых в них. Везде, конечно, есть недостаток кадров. И об этом нам говорят работодатели. Вера Щербина подчеркнула актуальность вопроса по подготовке кадров для предприятий Дальнего Востока, в том числе Приморского края. Кадры – это вопрос не случайный. Разрабатывается национальный проект кадры. Это прозвучало в послании президента Российской Федерации. И, как уже упомянули сегодня, действительно у нас колоссальная нехватка кадров на Дальнем Востоке. И с этим нужно что-то делать, нужно предпринимать какие-то меры. Мы все это осознаем и понимаем. И очень здорово, что сегодня появляются новые федеральные законы, которые дают нам новые потенциальные возможности. Надо лишь грамотно ими воспользоваться. По сравнению с предыдущим учебным годом, количество студентов-целевиков в крае увеличилось на 11%. Сегодня получают образование почти 2500 студентов. Юлия Ракотская, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.